Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности» проходит по всей стране, в частности и в городе Расказово. В этом учебном году основной задачей программы стала работа в направлении развития существующих и разработки новых форматов финансового просвещения молодежи. Недельная серия лекций прошла по всей Тамбовской области. Котовская школа, Тамбовский бизнес-колледж, Мичгау, Технический университет и Средняя школа номер 4 города Расказово приняли участие в программе «Дни финансовой грамотности». Расказовских учеников посетили представители института поддержки малого и среднего бизнеса в городе Тамбове. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства по Тамбовской области. Решали, да? И обратите внимание, что они не такие сложные, как вроде бы кажется, да? Финансы, экономика, все тяжело. Нет, все легко. Сначала вы должны понять, от чего вы хотите. Вы должны определить свою финансовую цель. Да? А потом вы должны понять, а что у вас есть? Да? То есть я хочу вот это, есть у меня вот это. Третий шаг сравнить, а мы его можем из этого слепить, что-то. Можем. Классно, здорово. Не можем. Что делать? Возвращаемся к началу. Да? То есть обратите внимание, что при составлении «Динансового плана» у нас есть три основных шага. Первый – определение цели. Да? Второй шаг – определение возможности. И третий шаг – это сопоставить цели с возможностями. Руководитель Центра поддержки молодежных инициатив Анатолий Игоревич Евсейчев подробно разъяснил современным школьникам о пользе планирования собственных финансов для достижения цели. Подготовленная презентация объясняет, как правильно достигнуть поставленной цели, а главное – как управлять собственным бюджетом. Всего заявлено 8 тем, федеральных 8 тем. Каждый субъект, каждый объект, который проводит данное мероприятие, выбирает самостоятельно тематику, которую будет отражать для каждой конкретной аудитории. В целом, как вы считаете, удалось ли вам сегодня донести до старшеклассников данную тему? Вы знаете, мне кажется, да. Мы просто наблюдаем за тем, как дети спустя день-два начинают задавать вопросы, они реально начинают задавать вопросы. И понимаем, что на самом деле волна запущена, пускай это маленькая сейчас волна, но тем не менее набирает обороты. И с каждым днем все больше и больше вопросов возникает у детей, которые приходят и спрашивают. Судя по многочисленным вопросам детей, Анатолий Игоревич посоветовал детям верить в собственные силы. Наверное, все-таки нашей молодежи больше нежели, чем жители. Мы пожелать им как можно меньше смотреть на негативные стороны, увидеть больше позитивных моментов. И, естественно, очень хочется пожелать им достигнуть своих финансовых целей именно в том виде, в каком они их себе и ставят. Многие предприниматели города Рассказово обращались и получали кредиты при поддержке фонда. На протяжении восьми лет предоставляли недостающие залоговые обеспечения по кредитам. Задача фонда – поддержать городскую экономику и экономику региона. Что касается сегодняшней встречи в стенах данной школы, это еще одно направление, которое мы реализуем с этого года по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина. За фондом закреплена функция популяризации предпринимательской деятельности и особенно популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. Потому что администрация области исходит из того, что основным источником новых предпринимателей является наша молодежь. Именно за ними будущее. И вот сегодня мы в городе Рассказово завершаем неделю финансовой грамотности. Цель этого проекта – чтобы дети, подрастающие в наше поколение, были финансово грамотными. Со слов Андрея Михайловича, гордость и будущее нашего города – это молодое поколение. Но молодое поколение берет пример у взрослого, поэтому не стоит забывать об имеющихся предпринимателях. Что касается предпринимателей города Рассказово-Рассказовского района, я бы хотел обратиться к ним со следующими словами. Если у вас есть вопросы по кредитованию, по написанию бизнес-планов, получению кредита, получению микрозаймов, пожалуйста, обращайтесь к нам в фонд. Мы территориально располагаемся рядом с администрацией Тамбовской области, здание банка ВТБ, 6-й этаж. Работаем с 8.30 до 17.30. Мы рады будем помочь вам в реализации ваших идей. На благо как города Рассказово, так и в целом нашей Тамбовской области. В заключении следует отметить, что финансы хоть и играют ключевую роль в жизни для большинства, но не стоит забывать, что это простой предмет. Обыкновенная вещь, которую можно продать, купить или подарить. Виктория Шишкина, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказово. Виктория Шишкина, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказово. Виктория Шишкина, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказово.